Всем доброго и бодрого утра, всем хорошего настроения. День многодетной семьи начинается с уборки. В первую очередь, как я просыпаюсь, я иду сразу в ванную комнату чистить унитаз и раковину. Я не знаю почему, но унитаз и раковину для меня всегда должны быть идеально чистыми. Я когда ложусь, почищу, когда просыпаюсь, чищу. Ну вот как у каждого свои бустыки. Мне так нравится этот шкафчик в ванной комнате, очень удобно, вся необходимая бытовая химия здесь. Мы сначала думали его как-то поставить, но у нас ванная, хоть и совмещенная с туалетом, места мало. Потом решили повесить, и так все равно удобно. По вашим рекомендациям купила от Синергетик средства для ванной комнаты. Спасибо вам огромное за ваши советы. Я еще довольно-таки часто беру разные товары с Синергетик, пробую, они мне нравятся. Вот у меня, кстати, есть сейчас средство для туалета. Вот такое вот. Но я вам хочу сказать, если вы сравниваете, например, с средством от Фаберлик, то Фаберлик работает лучше. Ну а вообще, так вот, неплохое средство. У меня есть еще средство для пола с Синергетикой. И вот сейчас за два средства для ванной комнаты. Заказывала его на ВВ. Кстати, обратите внимание, я его заказала за 209 рублей. Вообще, на Валбрис нужно очень внимательно отслеживать цены на те товары, которые вы хотите купить. Сейчас на него цена 150 рублей. То есть на 59 рублей дешевле. Это как бы экономия такая очень хорошая. Хочу сейчас... Так, сейчас я переключу камеру. Пока я буду умываться. Так вот, так надо будет убрать мочалки. Но мне надо вообще уже крючки какие-то придумать. Это без крючков, конечно, сложно. Слабко уберу. И я смесители всем опшикаю вот этим вот средством. Мне нравится, что Синергетик, как и Фаберлик, у него состав очень хороший. Не ядовитый. Как, например, типа Азелита что-то. Очень бережно за всем ухаживает. И нет вот этого вонючего сильного запаха. Отсветители для меня тоже всегда должны быть идеально чистыми. Надо обязательно нам в скором времени придумать какую-то полочку. Для вот этих вот средств. Я еще хочу купить бутылочки, чтобы вот такого не было. Разноцветного. Все в одном стиле, в одном цвете. И пусть это все постоит. Я пока буду умываться. Я уже почистила зубки. Здесь мне нужно умыть лицо. Немножечко его смачиваю. Мой любимый гель для умывания от La Roche-Posay. Если у вас жирная или комбинированная кожа, это серия F-Aqulare. Обязательно присмотритесь. 400 миллилитров всегда заказываю. Потому что так получается экономичнее. По деньгам выгоднее. Смотрите, нужно совсем немножечко. И так вот его распределяю по ладошкам. Средство очень нежное. Не пересушивает кожу. Мне кажется, даже немножечко увлажняет ее. Несмотря на то, что это для жирной кожи вроде как и нужно, чтобы оно подсушивало немножко. Но это все очень деликатно происходит. Оставлю вам артикулку, потому что на ВВ получается его дешевле покупать, чем в отсеках. Ну и тут смываю. Мне так нравятся мои нарощенные реснички. Очень удобно. У меня очень проблемная кожа. Жирная кожа. Неровный тон лица. Ну ничего. Что поделаешь. Так. И затем я наношу патчи. У меня такие вот биораклы. Вы мне говорили о том, что нельзя каждый день использовать гидрогелевые патчи. Что-то вредно. Поэтому каждый день я использую тканевые патчи. Конечно, гидрогелевые они посильнее по эффекту. Но раз их нельзя каждый день. А тканевые это лучше, чем ничего. И вот пока я привожу себя в порядок, так уже готова моя с гидрогелевым уборка. О, как всё блестит. Ничего себе. Вау. Смотрите, вообще никаких усилий и затраты большого количества времени. Класс. Девчонки, спасибо вам за вашу такую полезную рекомендацию. Ой, как страдает Тёмочка. Девочки, напишите, пожалуйста, поделитесь своим опытом, как приучить ребёнка спать в кроватке. Здесь, конечно, и моя вина в том, что я его не приучила с самого рождения, чтобы мне было удобно. Я его кормила грудью, чтобы он спал со мной на большой кровати. Ну, а сейчас уже пора научиться спать в своей кроватке. Мы покупали ему этот трансформер. Он и в круглой не спал. И в эту ни в какую не хочет. Он хочет сейчас спать. Уже время ему спать. Он хочет, чтобы там он спал. Ой-ой-ой. А я уже принесла гладильную доску, вещи на глазку. Мне надо погладить всё это. Но я хочу в тишине и в покое, когда он уснёт. А он вообще вот в кроватке этой ни в какую. Всегда покупаю для чистки зубов камилы пасту со вкусом чего-нибудь, потому что она мятную вообще никак не воспринимает. Один огромный минус, что при чистке зубов она каждый раз забывает, что это такое. Я не знаю, девочки, как её приучить, чтобы она открывала рот, и мы нормально очистили зубы. Гаря, напишите, пожалуйста, как вы своих особят научили. Поделитесь своим опытом. Но для нас это каждый раз просто испытание. Утром и вечером. Давай, смотри. Давай. Ещё минус, что она не сплёвывает пасту. Я ей вот так вот пальцем это всё ещё потом промываю. Камья, давай чуть-чуть. Чуть-чуть. А я тебе дам конфетку, за это. Ну нет, ты уж нельзя, ты уже была в душе. Зубы, хорошо, почистим зубы, конечно, душно. Вот, давай вот эти передние, чуть-чуть. Каменька. Давай. Ну, чтобы у тебя красивая улыбка и белоснежные зубы были. Смотри, смотри. Давай сама. Сама вообще, мишка, давай, сама. Сама давай. Сама давай. Смотри, водичка. Давай хорошо, ты с пастой просто, щётка. Давай, давай. Смотри, ничего в этом страшного нет. Ты же знаешь, смотри. Смотри. Давай тебе. Здесь маме же не больно. сполоснуть же надо. Ой, молодец. Ой, какая ты умница. Ну, всё, хорошо, хоть так. Мам-мам, давай, открывай. Лётик, уйдём, уйдём, уйдём. Уйдём. Идём. Бери. Бери, Каменечка, малинку. На улице так потемнело. Такие тучки набежали. У нас Карина с сестрёнкой на море. А мы дома в тепле, в уюте, с вкусной малинкой. Это нас угостила зрительница. Там такая сладкая малина хорошая. Ты моя красотка. Сегодня мы на домашнем. Вот его клещавчик. Кушайте побольше. Кириллу тоже помыла, что он поел. Камья. Она его обходит. Никогда его не толкает. Он, где мой сладкий. Камила, смотрите, сама хочет играться с Тёмочкой. и сама к нему подсела. Где Камилочка, Тёма? Вот Камила. Она ему, смотрите, сама даже волосы даёт. Камила, не давай ему свои волосы уже дёргать. Нельзя, Камила. Я тебе сколько раз говорила, не дёргай её за волосы. Посмотрите, она к нему тянется играться. Ты зачем Камилочке полотенце забрал? Отдай ей, Камиле. Отдай, Камиле. Он меня забирает и хочет, чтобы она за ним гналась. А она же не может. Отдай ей. Камила, забирай. Это твоё полотенце. Камилу Тёма обижать нельзя. У неё ничего отбирать нельзя. Не прикольный? Все в ожидании шоколадки, Кирилл. Камилочке в ротик. Давай сразу. А то она вот тут. Алё, маленький кусочек тоже в ротик дай, чтобы он не отстанет. Нет, братик? Давай, давай. Кушай. Мамам, да мамам. Спасибо тебе большое. Всё, мы все заслужили. Да, мы все заслужили. Приехали мы в новую площадь. Выбираем плитку. Нам нужна напольная на кухню. Кстати, советую вот эту вот фирму. Это российский бренд. Очень качественная плитка. Вчера раньше гонялась за керамом рации, когда вот есть такой вот качественный бренд. И цены у них очень-очень доступные. Мы заказали на стену на одну вот такую вот кухню. Нам её уже доставили. Вот, а сейчас мы хотим напольную вот такого вот цвета. Мне кажется, 3375 рублей квадрат. И Марлен у нас, дедушка наш, он плиточник с огромным стажем. Он говорит, прям вот как керамом рации. Это мой, кто был в поисках импортозамещения. Вот вам, пожалуйста. Тёма, выбирай плитку. Какую будем покупать? Выбирай. Мам! Мам! Да. Вот это. А что ты там выбрал, оказывай? Такую. Ох, а как красивая плитка. Что это? Вот это, да, тебе всё же нравится больше? Интересная модель у данного бренда плитки. Прямо такие современные, классные. Вот я думаю насчёт, вот мы сейчас с Лашей разговаривали, или вот это, или вот это на стену, там, где у нас будет мебель. Скорее всего, вот это, да? Вот, получается, от тёмного к светлому, и, наверное, к тёмному тут перейдём. Не знаю, будем ещё потом смотреть, честно, главное, на пол. Здесь вообще такая вот тёмная. Вот эти вот, они в кружку, они мне не нравятся, такие. Вот ванну из них сделали, кухню. Прикольно смотрится, стильно, современно. Ну, вот, видишь, из этой плитки тоже сделана стена вот здесь, в кухне. Там, в прикольном. Утром заказали говядину, потому что по выходным быстро её разбирают. А я вот сейчас идём. Думала, сама быстренько сбегаю, может, поставила там машину. А Тёмочка захотела со мной. Иду с ним. Иду за молочкой, оставила Тёма с папой в машине. Надо ещё купить брущёнку-калую. И это мы приехали на пляж. Набрали с собой еды. На море всегда хочется кушать. Свежий воздух и морской, и, конечно же, хочется кушать. Просто витерочек что-то такое начало подниматься. Мы приехали на пляж Супераква. Здесь, кстати, есть ещё и лиман. Можно пойти. На мазёк, это грязь. Я буду ископнуться в море. Тёмыч. Красавчик. Папа с Тёмочем, с Камилочкой. Кириша несёт круги. Чего все при деле. Я несу сумку. И пакеты. На мазёке. Пакеты. Пакета. Папа с Тёмочкой. Камила с папой, Кирюсой, Тёмочка потом с мальчиком подружилась, а я отдыхаю. Субтитры делал DimaTorzok Ай, пошли руки помоем. Ковье вкусно, похоже. Очень вкусно, свежо. Обожаю похоже. Ай, пошли руки помоем. Водичка вообще очень тёплая, кайфовая прям. Ну почему на море всегда хочется кушать? Взялась с собой не в таринчики. Это, кстати, яблочная карена, очень вкусная. Вот это вот просто обычное. Будем сейчас кушать. Какая красота. Что, Машка, он попал на костюм? Ура, наконец-то настал тот день, когда я могу покрасить волосы. Вы посмотрите. А ещё плюс, мывая цвет, сам кератин. Я уже просто вся, всегда. А после кератина нужна через 2 недели, а не раньше. У меня, кстати, краска такая вот лориаль, кастинг, безаммиачная. Конечно, безаммиачная, с тем, что ему каждую голову не долго держится. Но это лучше, скажите мне, хорошо на себя. Так, чем вообще ничего? В общем, для кератина лучше всего использовать, мне сказали, в зимеачную краску. Я, кстати, волосы крашу дома. Почему дома? Потому что мне некогда за этим бегать в салон. И тем более, в один цвет, в один, если бы это в милировании, в колорировании. Сложное какое-то окрашивание делала. А вообще, конечно, лучше сходить один раз в салон, чтобы мне равномерно покрасили. Я всё равно так равномерно сама не крашиваю. Напишите, пожалуйста, где вы красите. Сами дома или в салоне? Хорошенечко. Главное, вот эту седину не закрасить. Ну, и яркости цвета придает, потому что волосы уже и выцвали, и вымолились. Красите.